Сегодня я расскажу тебе то, о чем ты должен знать, чтобы проснуться. Быстрее всего это обращение станет для тебя болезненным и вызовет протест и ужас в твоих глазах. Когда я говорю, что ты услышишь правду, я не обещаю, что она тебе понравится. Это лишь малая часть правды, разрушающая в тебе бесконечную ложь, в которую ты верил с самого детства. Очень давно человечество уже поплатилось за эту истину. Любопытство наших предков привело их к фатальному исходу. У них было все – технологии, способности, нескончаемая энергия, тот самый эфир, который исчез с таблицы Менделеева после его смерти от Рипа. Тот самый эфир, который позже воспользовался Тесла и изобрел вечный двигатель. Он соорудил электростанцию, способную обеспечить целый город. Эксперимент удался, но получить патент Тесла так и не смог. Конечно же нефтяные магнаты сделали все возможное, чтобы впредь патентное агентство не оформляло такие изобретения, а наука высмеивала. Вечных двигателей не бывает. Никола Тесла был сбит машиной и умер от воспаления легких, вызванного якобы переломом ребер. Но вернемся на 200 лет назад, что не хватало нашим процветающим предкам. Им захотелось заглянуть за край, вырваться с системы, владеть информацией, как говорят, владеешь информацией, владеешь миром. И те, кто по-настоящему ей владеет, не особо готовы ей делиться. Никто не должен приближаться к ледяным стенам Антартиды. В теории одной из причин разрушения мира, потопом и ядерными взрывами, стало желание знать, что за стеной. История была переписана с ее датами и религиями. Все факты и линии развитий настолько запутали, что в этой неразберихе ты вряд ли узнаешь правду. «Обратите внимание, что на протяжении минимум двух тысяч лет люди не развивались, и вдруг, всего за сто лет, мы достигли всего – компьютеры, автомобили, самолеты, роботы. Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Так много сказано всего лишь в одной этой фразе. Священные рукописи были переписаны с целью манипуляции человеческим разумом, но многие строки в них остались нетронутыми. Мы и есть эти погибшие овцы – люди, погрязшие в постоянном потреблении без права на выбор. Свобода – это лишь очередной миф, который нам навязан нашими пастухами. Мы доверчивы и не особо стремимся что-то знать, любим, когда за нас делают все другие. Нам достаточно того, что нам говорят. Мы видим фокус, но не знаем его устройство. А зачем? Пусть за нас думают ученые, они ведь ученые. После многих лет поисков мы с сообществом смогли найти контакт со Вселенной. Факты, предоставленные в данном видео – это работа многих историков и блогеров нашего времени. Первое, что вам нужно знать – это завышенная численность населения планеты. Почти семь миллиардов. Нас всего около двух миллиардов. Если вы прочтете статистику и сделаете обыкновенный математический подсчет, обязательно узнайте, что, к примеру, в Монако живет 17 815 человек на 1 километр. Это означает, что на 1 метр помещается почти 18 человек. Сингапур – примерно 7 человек на 1 метр. Бангладеш, Китай, Мальта, Мальдива – один человек на метр. Даже плотность одного человека на 3 метра – это просто нереально. Разумеется, сейчас вам придет мысль, что многие люди живут в высотных домах, и от этого площадь увеличивается. Но ведь наша Земля – это не сплошной город. Сколько вы сами своими глазами видели вживую на площади человек? Две тысячи, десять тысяч, двести тысяч? Не больше, правда ведь? Откуда вы можете знать настоящую численность нашей планеты? Нам внушают, что численность выросла на 6 миллиардов всего за 200 лет. Это самая распространенная ложь, которую вы получаете через средства массовой информации. Каждая телекомпания, радиостанция, печатное агентство или сайт не может быть независимым. Все они принадлежат определенным олигархам, политическим партиям, проще говоря, властям. Каждый раз, когда мы слышим о численности населения, где-то начинается война. Сговор правитель всего мира в том, чтобы держать определенное число населения планеты. 200 лет назад они уже уничтожили миллиарды невинных душ, взрослых и детей. Вы без проблем найдете факты о ядерных воронках в земле и о большом потопе. Обратите внимание на эти кадры. Вы до сих пор думаете, что эти дома просели. А как же целые кабаки и бары, находящиеся под землей на уровне двух метров? Это ведь официальные раскопки археологов. Не находите ли вы странным достроенные этажи, которые совсем не совпадают с начальным проектом здания? Или, возможно, глядя на эту местность с воронками от ударов, вы скажете, что по всему миру было массовое падение метеоритов? Апокалипсис уже был около 200 лет назад, после чего нас осталось всего около 30 миллионов человек. Именно такая цифра ставит все на свои места. Они повторяют это снова, если мы с вами не проснемся. Зачем наменять карты? Потому что проекция Меркатора веками позволяла европейским империалистам ощущать свое преимущество и создала этнические предубеждения против стран третьего мира. Неужели? Немецкий картограф Меркатор разработал этот подход еще в 1569 году, как навигационный инструмент для европейских моряков. Карта растягивает территорию у полюсов для создания линий постоянного азимута или географического направления, так что это помогает легче пересекать океан, но искажает относительно размер стран и континентов. То есть вы говорите, что эти карты неправильные? Да, мой друг, да. Вот посмотрите на Гренландию. Ладно. А теперь на Африку. Да. На глаз две эти территории кажутся одинакового размера. Да. Вы бы удивились, если бы я сказал вам, что Африка на самом деле в 14 раз больше. Да. А здесь мы видим, что Европа изображена больше, чем площадь Южной Америки, когда на самом деле Южная Африка – это почти две территории Европы, Аляска в три раза больше Мексики, тогда как Мексика больше на одну десятую миллиона квадратных миль. Германия оказывается в центре, хотя это самая северная четверть. Стойте, стойте, одно дело относительный размер, но вы говорите, что Германия не там, где мы думаем, все не там, где вы думаете. И где же? Я рад, что вы спросили. Проекция Петерса. Здесь четкая привязка к осям, привязка к расположению. Линии запада на восток параллельно и пересекаются с линиями, идущими с севера на юг от прямыми углами. Это еще что такое? Вы живете здесь все это время? Вся численность, представленная нам с вами, всего лишь мертвые души. На самом деле это делается с целью заставить вас больше работать, закрывать глаза на убийства чужих народов. Кроме того, если у человека появляется свободное время, он начинает интересоваться научными фактами, историей, становиться более внимательной и может без проблем раскрыть многочисленную ложь. Не нужно быть академиком, чтобы увидеть, что мы не можем летать в космос. А земля совершенно не круглая, как нам говорят. Но в то же время всплывают новости о том, как путешественники на воздушных шарах делают кругосветное путешествие менее чем за 9 дней по карте плоской земли. Самолеты летают и военные стреляют согласно теории плоской, неподвижной земли. Наши деды топили вражеские корабли на расстоянии более ста километров без сегодняшних продвинутых технологий. Как? Каждый, кто, например, стреляет в азербайджическое орудие, должен знать, что есть какие-то ученые, астрономы, которые мерят все это, землю матушку померили, стреляют по прямой, но знают, что земля кровлая. Он стреляет, знает, что она никуда не движется, поправки не надо ни хера делать. Он увидел, как на тебе тядусь, взял панораму и влепел туда снаряд, если у вас какая-нибудь 107-я пушка стоит. Мы берем видеокамеры и при приближении видим острова на расстоянии 30 километров, чего никак не может быть, потому что закругление начинается уже через 4,7 километра, что говорить, если вы не замечаете даже существование химтрейлов, которые травят население, не понимаете, что вирусы не появляются просто так, а таблетки никого не лечат, лишь снимают симптомы. Вам говорят о свободе выбора, которого у вас нет. Пока вы отвлечены проблемами заработка, евреи уже подали меморандум о том, что вся вера пошла от иудаизма, а христианство и ислам должны прекратить свое существование до 2020 года. Они хотят единую веру, о котором упоминала Ванга в своих пророчествах. За что, по-вашему, воюет Палестина с Израилем? Одна из разногласий – это то, что евреи уже много лет пытаются прорыть тоннель, который проходит под палестинским храмом. Именно поэтому тоннелю должен, по их мнению, прийти мессия. Вам не кажется странным, что мессия не спустится с небес, как мы себе представляли, а появится с под земли? Не хочу становиться ни на чью сторону, но возможно Гитлер был не так уж и не прав, обвиняя евреев во всех бедах, ведь именно он утверждал, что миром правят евреи и они уже поработили весь мир. Гитлер был один из немногих, у кого получилось создать прототипы летающих тарелок после того, как он пересек Антарктиду. По мнению общества плоской земли и мировых историков, пересечь Антарктиду не удавалось никому. Это своего рода стена, за которую не может вступать нога человека. Все попытки, не согласных с этим мнением, уже заканчивались летальным исходом. В еврейском меморандуме, вступающем в силу с 1 мая 2016 года, который поддержали председатель Европарламента Херман Ван Робин, правительство Греции, представители большинства церквей, ООН упоминается как контролирующий орган иудейской веры, а Ватикан как главный ее центр. Не зря Ватикан скрывает оригинальные записи священных писаний, технологий и всю историю мира, а ООН имеет логотип плоской земли. «Я не верю в совпадение». Вот несколько статей этого меморандума. Первый. Обмена религиозных праздников. Второй. Внедрение новых богослужений, последований во всех христианских церквях. Реформирование христианских праздников. Соглашение христианских церквей в том, что они входят в новую эру. Принятие от Иерусалимского патриарха всех христианских мест паломничества с тем, чтобы передать их четырем административно управляющим органам ООН, Ватикан, Русская Церковь, ЮНЕСКО. Приступить к исполнению с 1.05.2017. Электронная идентификация всех граждан Европейского Союза и Российского государства. Принятие ООН в качестве высшего органа для всех религий. Отменить национальные праздники и принять всемирное правительство. И это лишь малая часть нового мирового порядка, проходящего за вашими спинами, пока вы заняты проблемами, работой, новыми гаджетами и тому подобному. Вами начали манипулировать и контролировать, уже не скрывая этого от вас. Установил операционную систему Windows 10 на свой компьютер? Поздравляю! Теперь они еще больше знают о тебе, твоих привычках, мнениях, пристрастиях. Они знают твои банковские счета, что и кому ты написал, что посмотрел, что купил. Шпионские программы, разработанные по заказу ЦРУ и внедренные в Windows 10, ты получаешь бесплатно. Они утверждают тебе, что не надо покупать операционную систему, мы дарим этот вкусный кусок сыра тебе просто так. На вопрос, зачем вы собираете на меня информацию, они отвечают, просто чтобы избавить тебя от ненужной рекламы. Теперь ты будешь получать рекламу специально подобранную для тебя. Ничего лишнего. Хороший отговорок, не правда ли? Решил после моих слов удалить систему и вернуть раннюю версию? Не будь наивным, в прошлых версиях этот проект уже работал. Ты, конечно, можешь вернуть XP, но на него закрыли обновления. И вообще, ты ведь не хочешь рассмешить своих друзей каким-то заговором. Как автор этого видео, рекомендую тебе скачать программу Destroy Windows Spine. Ты будешь крайне удивлен, сколько ресурсов твоей системы уходит на скрытых шпионов. Быть белой вороной никому не хочется, технологии развиваются, рано или поздно тебе придется это принять. И ты не белая ворона, ты овца, у тебя нет свободы, нет личного мнения. Ты лишь мелкая гайка в большом механизме, и когда настанет твоя выработка, тебя сменят на новую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова